Хорошая память – ценный инструмент в любом возрасте, но пользуются ею по-разному. Детям главное запомнить, выучить, пересказать, чтобы не обвиняли, что одно ухо влетело, а в другое. Ну, вы в курсе. По мере взросления людям становятся важны воспоминания. Приходит понимание важности хорошей памяти и настоящего вреда забывчивости. Беда лишь в том, что развивать память у взрослых сложнее, чем в детском возрасте, и мало кто умеет делать это по-настоящему эффективно. Ребенка достаточно заинтересовать, подростка мотивировать. Только гаджету легко улучшают память, купив накопитель. Взрослым людям приходится развивать память и внимательность путем специальных тренировок. Энтон Пепеп. Но есть и позитивная сторона. Тренировки памяти у взрослых людей позволяют достичь превосходных результатов и продляют активность мозга, а значит и молодость. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Так что взрослым людям развивать память стоит даже в том случае, если нет никаких жалоб, просто в целях профилактики самосовершенствования. Тем более, что существуют увлекательные и даже забавные упражнения для тренировки памяти, можно выбрать по вкусу и темпераменту, и улучшать память с удовольствием и пользой. Так, совмещая приятное с полезным, вы сможете заметно улучшить память, внимание и другие важные ментальные способности, которые пригодятся и в работе, и в повседневной жизни. Память. Виды памяти. Возрастные изменения памяти память – это основополагающее свойство нервной системы, благодаря которому живые существа могут учиться чему бы то ни было и хранить информацию о накопленном. Опыте. Память есть не только у людей, но и у животных, просто у них она менее развита. И этот факт подводит нас к закономерному вопросу. Как же измерить память и оценить уровень ее развития? Какую память можно считать хорошей, а какую – неудовлетворительной, требующей улучшения? Подобные вопросы стоят перед психологами, нейрохирургами, педагогами по всему миру. Однозначные ответы на них пока не найдены, но проделана огромная исследовательская работа, благодаря которой стали известны свойства и особенности памяти, носителями запоминаемой информации. Являются нейроны, память записывается на нескольких обширных участках коры полушарий головного мозга. Соответственно, память неразрывно связана с работой нервной системы, скоростью обмена веществ, регенерацией клеток и нервных реакций, построением нейронных связей. Эти физиологические и психологические процессы напрямую зависят от состояния здоровья, качества питания, образа жизни и присутствия вредных привычек. Виды памяти, срок хранения памяти зависит не только от количества и качества нейронов мозга, но и от вида памяти. Основных видов памяти два аналогично двум последовательным этапам запоминания – кратковременная и долговременная память. Кратковременная память возникает в процессе реакции энпроисходящее вокруг и мыслительной деятельности. Кратковременная память хранится от секунд до десятков минут, но не дольше часа. Как оперативная память компьютера, информация о кратковременной памяти используется в текущих задачах. Благодаря кратковременной памяти наш ум не переполнен неактуальными сведениями. Долговременная память образуется, когда нужно запомнить что-то надолго, на месяцы, годы и даже на всю жизнь. Известно, что информация переходит из кратковременной памяти в долговременную во время сна. Воспоминания, воспроизведение информации по памяти – все эти процессы зависят именно от долговременной памяти. И забывание тоже, только наоборот. Поэтому, если вы намерены развивать память, стоит заниматься тренировкой именно долговременной памяти. Кроме временных характеристик, память различают по содержанию эмоциональная, образная, модальности, звуковая, зрительная, сенсорная, болевая, целепроизвольная, непроизвольная и другим признакам. Но любая, даже самая прочная память подвержена возрастным изменениям. Это значит, что с годами замедляются метаболические и регенерационные процессы. Нервные клетки, как известно, не восстанавливаются, так что запоминание, хранение и воспроизведение информации затрудняется. Единственный выход – развивать память взрослым людям и начинать как можно раньше. Как запоминать информацию и улучшить память? Хотя естественные процессы старения неизбежны, каждый человек сам управляет своим телом и разумом. Вы можете улучшить свою память и внимание, учитывая особенности механизмов запоминания. Кстати, их тоже для начала придется запомнить. Емкость памяти не безгранична. Замечено, что кратковременная память может удерживать только 7 плюс минус 2 единиц однотипной информации. Озвучена Яндекс.Спичкит. Эта гипотеза была неоднократно подтверждена и уточнена. Оказалось, что 7 – это идеальная емкость краткосрочной памяти, в реальности запоминание обычно ограничивается списком из 4-5 пунктов. Положение пунктов в списке тоже имеет значение. Чем ближе информация к краю списка, тем лучше она запоминается. Отсюда можно сделать два практически полезных вывода. Во-первых, нужно стремиться к запоминанию 7 плюс минус 2 пунктов, и не паниковать из-за забывания большего количества. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Во-вторых, располагать самые важные пункты в начале или в конце перечня. Неупорядоченные ряды информации запоминаются куда хуже, чем сгруппированные. Это выразительно иллюстрируется формой подачи телефонных номеров в рекламе, цифры написаны не сплошняком, а по двум-трем знакам через пробел. Облегчите себе задачу восприятия номеров в телефонной книге, вводя их в память смартфона или записывая вручную по тому же принципу группировки. Зачастую в памяти отпечатывается не то, что нужно, а совершенно бесполезные данные. Это происходит из-за эмоциональных механизмов памяти. Ими можно управлять, если учитывать, что всегда лучше запоминается интересное, смешное и кажущееся смутно знакомым. Ассоциативные связи, похожее звучание и незавершенность, смысловая, событийная, закрепляют информацию в памяти. Нужная информация запоминается лучше, чем досужие сведения. И это удобно, потому что способствует запоминанию данных, нужных для работы и другой регулярной деятельности. Чтобы усилить эффект, постарайтесь как можно скорее закрепить полученные знания на практике. Педагоги знают, что для наилучшего запоминания нужно совместить несколько модальностей, проговорить материал вслух, записать его, обсудить с собеседником. Пользуйтесь перечисленными методами как можно чаще, чтобы лучше запоминать информацию. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Постепенно поиск ассоциативных связей, группировка данных войдут в привычку и повысит способность к запоминанию. Не исключено, что в процессе использования вы найдете собственные способы запоминания, с помощью рифмы, визуального образа и тому подобное, как развить память у взрослого человека. Упражнения для тренировки памяти переутомления, избыток информации для запоминания, стрессы пагубно сказываются на способности запоминать информацию. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Чтобы противостоять нагрузкам и заранее подготовить свою психику к возможной усталости, можно использовать простые упражнения для тренировки памяти. Определите, какой тип памяти развит. У вас лучше других. Это индивидуально. Одни люди лучше запоминают увиденное, другие услышанные и тому подобная сильная сторона вашей памяти должна стать приоритетной. Именно на ее развитие стоит направить максимум усилий. Значит, чтобы запомнить нечто, старайтесь получить информацию в подходящей для себя форме. Запишите, проговорите или даже зарисуйте. Повторите несколько раз, повторение закрепляет данные в памяти. Ознакомьтесь с приемами мнемоники. Это психологическая техника, направленная на прочное запоминание и развитие памяти у взрослых людей. Основные инструменты мнемоники – свободная ассоциация и условное кодирование. Для каждого материала можно и нужно подобрать рифму или закономерность. Яркий пример – стихотворение для запоминания цветов радуги – каждый охотник желает знать. Но вы можете придумать собственные или найти готовые примеры. Постарайтесь припомнить вчерашний день в подробностях, а заодно оцените свою память. Восстановите все события с точностью до 10-15 минут в правильной последовательности. Эпизоды, которые не удастся вспомнить, пока опустите. Займитесь чем угодно, а через полчаса вернитесь к выполнению упражнения и заполните пробелы. Регулярно повторяйте составление вчерашнего списка дел, и со временем он будет получаться все лучше и лучше. Положитесь на свою память. Запланируйте любое дело на завтрашний вечер, не записывайте и не создавайте никаких напоминаний. Просто дайте себе установку. Завтра вечером я возьму с полки книгу и переложу ее на стол, или любое другое действие, суть Венни в нем самом. Проделывайте это регулярно, с разными задачами самому себе в будущем. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. По дороге на работу, во время прогулки или похода по магазинам, специально обращайте внимание на все объекты одного типа, которые сами выбрали. Например, постарайтесь запомнить всех собак или всех девушек в длинных юбках, которых встретите по пути. Вечером прокрутите в голове получившийся список. Это упражнение удобно выполнять в паре, чтобы сверять данные. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Обратите внимание, что эти приемы рассчитаны преимущественно на взрослых людей, для детей лучше выбрать более простые упражнения или адаптировать эти в игровой форме. Но и детям, и взрослым для развития памяти, однозначно полезны полноценный сон и свежий воздух для дыхания клеток мозга. Регулярно ешьте орехи, яичные желтки и свежие овощи, принимайте витаминные комплексы и минеральные вещества, способствующие улучшению памяти. Пусть это похоже на каламбур, но для лучшего запоминания не забывайте, что память подобна мышце. Как и мускулы, хорошую память нужно качать, то есть тренировать. Поэтому используйте ресурсы памяти как можно чаще при любой возможности. Разгадывайте кроссворды, запоминайте расписание автобусов и заучивайте красивые стихи. Все эти действия помогают развивать память у взрослых и даже пожилых людей. Желаем долгих лет жизни, острого ума и только приятных воспоминаний. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.